Цель моего доклада показать не современную стратегию диагностики лечения этих двух патологий, а скорее взаимосвязь и те результаты, которые мы получили в том направлении хирургии, который называется профилактическим. Не секрет, что аденокарцинома пищевода на сегодняшний день является социальной болезнью, и ее прирост, по данным Американской ассоциации онкологов и Европейской ассоциации онкологов, составляет около 100% каждые 10 лет. На этом слайде показана убедительная динамика прироста аденокарцинома в популяции среди вообще всех раков пищевода. Если в 70-е годы на долю плоскоклеточных раков пищевода приходилось около 90% пациентов, а на долю аденокарцинома 7-8, то через 30 лет ситуация кардинально поменялась, и на сегодняшний день плоскоклеточный рак и аденокарцином пищевода составляет 50 на 50. Это говорит об очень угрожающей ситуации. Вот только что Сергей Юрьевич убедительно показал результаты индукционной химиотерапии в лечении плоскоклеточного рака в комбинации с хирургическим лечением, и мы видим определенные перспективы в продолжительности жизни наших пациентов, улучшения их качества, то аденокарцином пищевода является абсолютно нечувствительной к лучевой терапии и практически нечувствительной к химиотерапии. Те немногочисленные исследования, которые на сегодняшний день имеют место, когда аденокарцинома пищевода ведется по единому протоколу с плоскоклеточным раком пищевода, на наш взгляд, это неприемлемый подход, это терапия отчаяния, и сколь бы значимых результатов в применении индукционной химиотерапии аденокарцинома пищевода не является на сегодняшний день показательным. Отсюда вывод, хирургия аденокарцинома пищевода является монотерапевтическим воздействием и не более того. По сводным данным, как нашим, так и зарубежным, мы пришли к тому, что хирургический компонент в лечении аденокарцинома пищевода составляет в следующем. 35% переживает 5 лет, не более того. Остальные все погибают в течение первых 3 лет жизни. В отличие от плоскоклеточного рака, результат намного лучше. По данным, скажем, японских авторов, которые применяют модифицированную схему химио-лучевой терапии при плоскоклеточном раке, имеется ДСФИ схема, а ожидаемый и уже на сегодняшний день проспективный процент выживаемости больных превышает 60%. Цифры говорят сами за себя. Поэтому я буду говорить о хирургии профилактической, которая заключается в санации метаплазии Барта, как следствие гастроэзофагиальной рефлюксной болезни по всему миру. Эта ситуация эпидемиологически неблагоприятная. И именно эта хирургия, эндоскопическая хирургия, является определяющим вздерживание вот этого вала аденокарцинома пищевода, который захлестнул сегодня Европу и Соединенные Штаты Америки. Примерно та же самая ситуация ожидает и наша страна, Российскую Федерацию. Итак, с 1997 года по 2015 год на базе отделения хирургии пищевода Республиканского онкологического диспансера Республики Тарстан нами было пролечено 322 пациента с пищеводом Барта, возраст пациентов от 15 до 82 лет с абсолютным преобладанием мужчин. По поводу диагностики. Если в диагностике аденокарцинома пищевода достаточно рентгена эндоскопии, то в диагностике пищевода Барта необходимо абсолютно не только стандартная эндоскопия рентген, но так называемые высокотехнологичные методы эндоскопической диагностики. Это японские видеоэндокомплексы, экзера и люцера, осмотр в режиме NBI, в режиме зум эндоскопии, увеличительная конфокальная лазерная микроэндоскопия, то есть на сегодняшний день очень много методов. И вот такой скрининг с использованием высокотехнологичной эндоскопии является определяющим выявление этих пациентов на доклинической стадии и, естественно, на стадии до аденокарциномы. У нас в клинике все эти методы имеют место, и я вам скажу честно, с 2008 года качественно изменилась диагностика в лучшую сторону пищевода Барта и качественно улучшились результаты в хирургическом лечении аденокарциномы. То есть пошло превалирование в выявлении более ранних форм, то есть первой и второй стадии аденокарциномы пищевода. По протяженности сегмента пищевода Барта в основном это были короткие сегменты от 1 до 3, но были у нас индивидуумы, у которых были сегменты Барта 15-17 см. Мы использовали гистологическую унифицированную классификацию пищевода Барта по Риделю 1983 года, согласно которой отсутствовала дисплазия у 268 пациентов, у подавляющего большинства легкая степень дисплазии была у 40 и высокая степень дисплазии была у 14-ти бальных. Я сразу предвосхищу вопрос, стоило ли их делать эндоскопически, то есть выполнять антирефлюксную операцию, я скажу стоило, и результаты потом будут убедительны. Потому что есть такое мнение, скажем, у североамериканских хирургов, что при высокой степени дисплазии надо идти сразу на профилактическую превентивную экстерпацию пищевода, дабы не допустить инвазивного рака, который при стандартной эндоскопии можно пропустить. Но я еще раз говорю, у нас в клинике есть полный комплекс ранней диагностики и тяжелой дисплазии, аденокарциномы, поэтому мы считаем, что эта ситуация также контролируемая. Мы разработали собственную классификацию эндоскопического лечения больных с пищеводом Баррата. К отличным результатам мы относим пациентов, у которых достигнуты после операции полная клиника эндоскопической ремиссии гастроэзофагиальной рефлюксной болезни и отсутствие гистологических признаков метаплазии пищевода Баррата. Удовлетворительный результат – гистологический рецидив метаплазии Баррата без рецидива рефлюксной болезни и частичная клиника эндоскопической ремиссии рефлюксной болезни, которая требует приема ингибиторов протонной помпы по требованию при отсутствии гистологических признаков метаплазии Баррата. И неудача лечения – это рецидив рефлюксной болезни и рак пищевода. Всего в комплексном лечении, помимо хирургического, мы использовали эндоскопическую аргоноплазменную аблацию измененного эпителия через 3 месяца после операции. Всего мы выполнили 245 больным. У нас не сразу появился аргоноплазменный коагулятор. Я скажу, какие драматические обстоятельства предрешили закупку этого достаточно дорогостоящего оборудования. Мы используем аргоноплазменный коагулятор немецкой фирмы Эрбе. Это не реклама, это лучший, в принципе, аблатор на сегодняшний день. И наилучшие результаты, по данным не только российских эндоскопистов, но и зарубежных, получены именно с помощью этого способа аблации. В 228 больным выполнялась аргоноплазменная коагуляция в комбинации с лапароскопической фундапликацией. В 63 больным в самостоятельном режиме из-за отказа больного от операции категорического, либо наличие такой выраженной сопутствующей патологии, которая не позволяла им выполнить даже лапароскопическую фундапликацию. Итак, теперь результаты. У нас было, пока не появился аргоноплазменный коагулятор с 1997 года по 2004, 29 пациентов прошли только в режиме лапароскопической операции. В итоге, отличный результат под вопросом, сейчас скажу почему, получено у 16 больных, удовлетворительную у одного, неудача лечения констатирована у 12. Из них у 6 человек без рецидива рефлюксной болезни реализовалась аденокарцинома. То есть, метаплазированный эпителий после устранения рефлюкса никуда не регрессировал, как раньше считалось, и это была ошибка очень большая и гистологов, и клиницистов, и эндоскопистов. К большому сожалению, на сроках 5-7 лет к нам пришло 6 пациентов без клинических признаков рефлюксной болезни с развернутой картиной аденокарциномы. И у 6 больных был констатирован рецидив рефлюксной болезни, которые потом были подвергнуты повторной лапароскопической фундапликации. И именно вот эти драматические обстоятельства, то есть это были 6 мужчин трудоспособного возраста, возраст от 40 до 60 лет, которые пришли к нам с аденокарциномой пищевода. Конечно, им всем были выполнены потом экстерпации пищевода, резекции пищевода. К большому сожалению, они почти погибли все на сегодняшний день от рецидивирования, кто от метастазирования. Это подвергло нас тому, что ни в коем случае нельзя после лапароскопической фундапликации оставлять метаплазированные эпители без эндоскопического воздействия. И в нашу клинику был закуплен аргоноплазменный коагулятор, после чего мы разработали собственную схему, тактику лечения пищевода Баррата в нашем диспансере. Первый этап – это медикаментозная терапия 4-8 недель, бужирование пищевода. Если есть, имеет место сочетание метаплазии Баррата с пептической структурой, кстати, нередкое сочетание. Вторым этапом – лапароскопическая антирефлюксная операция. Через 3 месяца мы выполняли аргоноплазменную коагуляцию всего измененного эпителия. Но если он был протяженный, то облаца выполнялась до 6 раз. Наконец, четвертый этап. Ситуация возможна только для онкологических диспансеров. Ни для научно-исследовательских институтов, ни для онкологических центров. Простите, что меня, Николай Федорович, Евгений Владимирович, это у вас тоже невозможно. Нормальный канцерегистр и только нормальное динамическое наблюдение за больными возможно в диспансерах. И вот мы четвертым этапом ввели в стандарт пожизненное диспансерное наблюдение за этими больными с динамикой наблюдений, с эндоскопическим контролем не менее одного раза в год, что позволило нам ситуацию отслеживать на таких отдаленных сроках с 1997 года. И вот результат этой комбинации противовоспалительной терапии плюс фондапликация, плюс эндоскопическая аблация, плюс наблюдение. 228% прошли в период с 2005 по 2015 год. Наилучшие результаты достигнуты при применении этой схемы. То есть устойчивое излечение, то есть пациента, избавленный от возможности, потенциальной возможности заработать с аденокарцинома, получил у нас почти 87%. Удовлетворительные результаты получены у 4,5% и неудача лечения, которая была связана только с рецидивом рефлюксной болезни, но не с аденокарциномой пищевода, была у 7%. То есть именно при применении этой схемы в этой группе больных мы полностью исключили возможность заболеть пациенту аденокарциномой пищевода. Учитывая еще диспансерное наблюдение, мы четко можем отслеживать наши результаты через 10, 15, 20 и более лет. Ну и была небольшая группа больных, отказавшихся от хирургического лечения, которые получили комбинацию противовоспалительной терапии ингибиторами протонной помпы плюс эндоскопическая аблация наблюдения. Их было 63 человека в период с 2005 по 2015 год. Ни у одного мы не получили отличного результата. Сами понимаете, пожизненный прием препаратов это не есть хорошо. Качество жизни оставляет желать лучшего. Но стабилизация процесса, контролируемая стабилизация, то есть недопустимость развития аденокарциномы достигнута у 78% больных. Рецидив пищевода Баррата, несмотря на аргоноплазменную коагуляцию и получаемые ингибиторы протонной помпы, была у 22% больных. Им пришлось повторно выполнять аргоноплазменную коагуляцию. Я не знаю на сегодняшний день, сколько раз можно проводить аргоноплазменную коагуляцию пациенту одному и тому же, сколько сеансов. Потому что после данного вида процедуры возникает осложнение в виде структуры. Это совершенно четко по типу ожоговой структуры. Поэтому сколько эти больные у нас будут находиться на таком хронической аблации, мы пока не знаем. Поэтому эта схема применяется только для пациентов, у которых действительно есть абсолютные противопоказания к оперативному лечению. Которые сомневаются, больные отказываются. Мы их все-таки убеждаем пройти лапароскопический этап. Мы объясняем всю опасность этой патологии и какие-то комплексы или навета со стороны. Мы стараемся как-то в сторону убрать и уговорить их на хирургическое лечение. Как первичный метод лечения пищевода Барата, имеется в виду экстерпация пищевода, была выполнена всего двум больным, у которых была небужируемая пептическая структура. Поэтому показаний к превентивной экстерпации пищевода при Барате у нас нет. А есть только два показания к превентивной экстерпации. Это сочетание метаплазии Барата с сожоговой или пептической структурой пищевода и морфологически доказанная аденокарцинома на фоне пищевода Барата. Ну а теперь уже убедительные цифры. С каждым годом прирост метаплазии Барата все больше и больше. Вот видите, всплеск идет 2008-2009 год и неуклонный рост. Именно в том году у нас в этот год по национальной программе онкологической в Российской Федерации мы получили вот эти японские видеоиндокомплексы, экзеры, луцеры. И каждый год у нас пищевод Барата выявляется все больше и больше. Вот скажу, в 2015 году уже 47 человек. Это, конечно, не скрининг. У нас пока нет экономической возможности сделать зачистку всего населения, не только в нашей стране, но и у нас в республике Торстан. Хотя у нас регион считается с точки зрения социально-экономического развития очень приличный. Но, тем не менее, результаты очень даже неплохие. И как это коррелирует с заболеваемостью аденокарциномы, я вам сейчас покажу. Ну, для начала начнем с того. Раньше такого понятия аденокарцинома пищевода не было. Было понятие кардиозофагиальный рак по зиверту. Первого, второго, третьего типа. Но по новой ТНМ-классификации перестало существовать такое понятие, как аденокарцином пищеводно-желудочный переход. От классификации зиверта, я считаю, незаслуженно, неправильно отошли клиницисты. То есть, согласно новой классификации, первый, второй зиверт объединили в одну группу, и это назвали аденокарциномом пищевода. А зиверт номер три – к раку желудка. Любой химиотерапевт, который здесь сидит, скажет так. Да, зиверт три, если с точки зрения химиотерапии, ведет себя как рак желудка. Зиверт один – как рак пищевода. А зиверт два – это вообще неизвестная болезнь пока на сегодняшний день. Потому что она не подается никаким схемам химиотерапии и результатов лечения нулевые на фоне химиотерапии. И поэтому неправомерно, неправомочно объединять классификацию зиверта, вот так вот подразделять, как предлагает эта ТНМ классификация. Ну, коль так рекомендует, что же делать, ну вот что получилось. Я все-таки разделил их по зиверту, этих больных, потому что как-то не лежит душа к новой классификации, и все. Вот посмотрите по годам количество оперированных больных кардиозофагиальным раком первого типа. Стабилизация. У нас нет прироста. То же самое по кардиозофагиальному раку второго типа. Ну, такие всплески есть из года в год. В целом цифра имеется в виду медиана примерно на одном и том же уровне. И вот объединяя первый и второй тип кардиозофагиального рака, называя денокарциномой, смотрите, прироста нет. Таким образом, завершая свой доклад, словами выдающегося отечественного хирурга Николая Ивановича Пирогова, будущее принадлежит медицине профилактически. Особенности в лечении аденокарциномы пищевода. Благодарю за внимание. Спасибо огромное. Кому угодно задать вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а рефлексная операция, это была операция Нисона, лапароскопическая, или какой-то другой вариант? А фундапликация по Нисону, да. Спасибо. Лучше Нисона никто в этой жизни ничего не изобрел. Потому что 55-й год, фундапликация, все, что сегодня есть, 60 методик, это все а-ля Нисон. Хотя и по другим авторам называется. Мне кажется, что нас окончательно хотят запутать. У меня несколько вопросов к вам. Первый вопрос. Почему изменили название рефлюкс-эзофагит на герб? Эквивалентны эти понятия или нет? Из вашего доклада вытекает герб хирургического генеза и нехирургического генеза. Это все-таки основное заболевание или это осложнение основного заболевания? И, наконец, я думаю, что… Давайте, может быть, забудем. Значит, рефлюкс-эзофагит – это очень узкое понимание вообще этого вопроса. Это только симптом рефлюкс-эзофагит. А гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, что за себя говорит, это целая синдромная патология. Я никого не хотел путать. Я говорю о гербе, в основе которого лежит грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Я говорю о хирургической, анатомической патологии, которую необходимо корректировать лапароскопическим методом. Еще есть вопросы? Да. И, наконец, третья нозология, которая обозначена как кардиоэзофагиальный рак. Это совсем другое понятие, которое, к вашему докладу, мне кажется, никого отношения не имеет. А в чем это не имеет? Я не совсем понял. Я, наоборот, хотел внести вам ясность, а мне не совсем понятно. Я, наверное, пытаюсь вам объяснить, что новая ТНМ-классификация – это неправильная трактовка аденокарциномы. Надо вернуться к классификации Зиверта. А разве от Зиверта отказались? Конечно, я с вами полностью согласен. Вот, я поэтому и говорю, что мы все-таки придержимся Зиверта. Вот видите, оказывается, все согласны, что Зиверт более чувствительная классификация, чем пищевода аденокарцинома. Пожалуйста, Сергей Юрьевич. Глубоко уважаемый Михаил Владимирович, спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, такой чисто технический вопрос. А абляцию целесообразно, по вашему мнению, проводить после антирефлюксной операции, либо, наоборот, перед провести абляцию, а потом уже антирефлюксная операция. Потому что в разных клиниках по-разному. Хороший вопрос, часто задают. Вот наши эндоскописты считают, что все-таки лучше после операции, потому что мы восстанавливаем анатомию, то есть нормальное стояние Z-линии, то есть у них есть анатомические ориентиры, где можно это все или прокрасить метиленовой сенью, или посмотреть в режиме NBI. А для больного чем хорошо? Ну, представьте себе рефлюкс изжога у больного, боль, отрыжка. Мы сейчас ему еще обжигаем пищевод и дожидаемся, пока отойдет ожоговый струб, чтобы посмотреть, все ли ушло. В это время рефлюкс продолжается. А мы прекрасно знаем, что в генезе Баррот не соляная кислота больше имеет значение, а желчные кислоты, которые ингибиторами, как наши друзья терапевты считают, можно элиминировать. Поэтому мы считаем, сначала нужно убрать клиническую симптоматику, помочь эндоскопистам определиться в анатомии. и все. Только поэтому. Могу я задать вам вопрос? Достаточно часто у нас положение Т1А или Т1Б. Как насчет лимфоденоктомии? А при аденокарциномии, да, пищевода? Давайте так, не будем говорить об аденокарциномии пищевода, а все-таки о кардиозофагиальном раке зеверта. Зеверта-1 – это истинный рак Баррота. Имеет низкий потенциал к метастазированию. Вполне допустимы трансхиатальные экстерпации с лимфодесекцией до бифуркации. Хотя, все-таки мы склоняемся к тому, что при кардиозофагиальном раке первого типа необходимо делать лимфодесекцию в полном объеме внутригрудной, как при раке пищевода внутригрудной локализации. Несмотря на то, что он имеет относительно, если так можно сказать, доброкачественный тип течения. При кардиозофагиальном раке второго типа, при зеверте-2, необходимо делать лимфодесекцию медиастинальной до бифуркации, трахеи и полностью Д2 лимфодесекцию брюшной полости. При зеверте-3 – Д2 лимфодесекция брюшной полости. Подовлетворены? Хорошо. Еще есть вопросы у кого-то? Скажите, Михаил Владимирович, у меня тогда вопрос относительно нет ли у вас наблюдений, скажем, все-таки это пищевод Барретт – это болезнь сытых животиков, да? Нет ли у вас наблюдений, у которых, скажем, было рефлюкс изофагит или, скажем, ГЭРБ, да? Но после изменения стиля жизни и диеты все-таки какие-то симптомы по улучшению симптомов произошли? Есть такие пациенты? Я понял вопрос, тоже хороший. Вы знаете, очень интересно читать историю рефлюксной болезни гастроэзофагиальной. Вот был такой великий Авиценов, все знают, такой из великих, мудрый из мудрых, который описал первые симптомы в истории во втором каноне медицины, рефлюксной болезни, и четко провел эпидемиологию. То есть падишахи толстые, визири болели часто, тощие крестьяне болели редко. Вот и у нас приходит в основном с индекса массы тела больше 20 килограмм, с ярко выраженной рефлюксной болезнью. Стоит им изменить образ жизни, образ питания, похудеть. Клиника уходит, но если сформировался пищевод Барретта, он уже никуда не денется. Совсем недавно Ванков опубликовал метаанализ сравнения рандомизированных контролируемых исследований НИСИН-ТУПЕ. И вывод сделал, что ТУПЕ лучше. Как вы смотрите на это? Я очень хочу сказать, что это положительно, эту методику. ТУПЕ действительно лучше в плане функциональных послеоперационных результатов. Его просто, ну, не то что тяжелее, более кропотливее, тщательнее надо накладывать. Это как-то такая операция. Все-таки русские люди ленивые, не хотят они делать тупые. НИСИН проще и быстрее. Ну, я вам серьезно говорю. Я вот недавно от своего коллеги слышал. Он, значит, смотрел мастер-класс здесь с лимфодисекцией. Не буду говорить, какой, потому что сразу я пойму, о ком говорю. Он говорит, ты знаешь, мне просто лень лапроскопически делать такую лимфодисекцию. Вот просто лень. Поэтому ТУПЕ в России не прижился, потому что его действительно делать дольше, сложнее, более кропотливее, тщательнее. НИСИН проще, быстрее. А функциональные результаты – это, конечно, серьезная проблема. Это, над которой мы сейчас очень много работаем. И, наверное, все-таки приведем к мнению, как бы не было сложно и тяжело делать ТУПЕ, в угоду все-таки лучшего качества жизни больного надо идти на такие операции. У кого еще есть вопросы? У кого еще есть вопросы?